Здравствуйте, меня зовут Артем, я трейдер. В этом видео вы узнаете, кто такие форекс-брокеры. Итак, зачем нам вообще в принципе нужны брокеры? Дело в том, что вы сами не можете совершить торговую операцию на той или иной бирже и не можете совершить покупку либо продажу какого-нибудь ценной бумаги, либо, например, валюты. Именно по этой причине схема выглядит примерно следующим образом. Есть вы, есть непосредственно брокер, который выводит вас, ваши сделки непосредственно на биржу. В случае с форексом не существует единого консолидированного рынка, поскольку рынок форекс это внебиржевой рынок. Именно по этой причине вместо биржи выступает поставщик ликвидности. Так вот, к поставщику ликвидности, минуя брокера, подключиться вы не можете для того, чтобы совершать торговые операции. Ну, в общем-то, это и хорошо, поскольку на реальный форекс, собственно говоря, теме один стандартный лот равен сто тысяч единиц базовой валюты. Торгуете, например, доллар-рубль, это означает, что у вас должно быть как минимум сто тысяч долларов для того, чтобы совершить одну сделку одним лотом. Я не знаю, может быть, среди моей аудитории найдутся люди, у которых есть так в загажнике, чисто так поторговать сто тысяч долларов, вряд ли. Именно по этой причине наличие форекс-брокера это благо для трейдера, так уж по-хорошему, поскольку форекс-брокер может предоставить вам кредитное плечо, например, стандартное кредитное плечо 1 к 100. Это означает, что вам уже нужно для удержания, собственно говоря, позиции, чтобы ее совершить в сто раз меньше средств. В данном конкретно случае уже всего лишь 1000 долларов у вас должно быть в марже для того, чтобы торговать одним лотом, чтобы купить что-то 100 тысяч единиц, как вы понимаете. Всю эту историю вы слышали миллион раз от всевозможных брокеров, от всевозможных блогеров и так далее. Давайте мы сейчас посмотрим, как это на самом деле происходит и с чем мы сейчас, так сказать, имеем дело. Мы как трейдеры, естественно. Итак, форекс-брокеры дают нам возможность торговать на валютных парах, а также дают возможность торговать на CFD-контрактах. По сути дела, форекс-брокеры открывают нам простор и возможность торговать, возьмем в кавычках, любой рынок. То есть вы можете покупать либо продавать ту или иную валюту, начиная от евро-доллара, кончая доллар-мексиканский песо, понимаете? Вы можете торговать CFD-контракт. Это примерно то же самое, что и акции, только контракт на разницу цены. Да, по ним вы платите комиссионные, вы платите так называемые свопы, но это дополнительные комиссионные для переноса сделки через ночь, вы не получаете дивиденды. Но если вы захотите заработать на падение какой-то компании, вы это можете сделать, например, на CFD-контракте. То есть доступен и лонг, и шорт, то есть и покупка, и продаж. В случае, например, с ценными бумагами, если, например, компания какая-нибудь начнет рушиться, огромная проблема взять данную акцию с шорты. Нужно это понимать, это достаточно дорогой процесс. На CFD-контрактах такого нет. Вы можете взять, собственно говоря, в продажу CFD-контракт вообще без проблем. В следующий момент форекс-брокеры бывают разные. Ну, как и, в общем-то, и фломастеры, все на вкус разные. Итак, бывают честные форекс-брокеры. Честные форекс-брокеры делятся на две. С лицензией ЦБ РФ и без лицензии. С лицензией ЦБ РФ и без лицензии. Зарегистрированы в Пуэрто-Рико, в Пуэрто-Рико поедете судиться. Зарегистрированы в Черногории, в Черногории поедете судиться. В общем и в целом, с лицензией ЦБ просто дает вам возможность судиться с той или иной компанией. По факту практика показывает, практика, еще раз повторяю, показывает, что даже наличие ЦБ ни о чем не свидетельствует. Я вам напомню, что у компании Телетрейд была в свое время лицензии ЦБ. О чем тут еще говорить? Если вы знаете компанию Телетрейд, знаете о ее делишках, вы должны понимать, что у нее была лицензия ЦБ. Более того, компания Телетрейд получила одну из первых лицензий ЦБ. И поэтому лицензия ЦБ ничего, по сути дела, не гарантирует. Она гарантирует только возможность инвестора, возможность трейдера обратиться в суд и сказать, ай-ай-ай, компания плохая. По факту она ничего не гарантирует. В моей практике есть трейдеры, в моих учениках есть трейдеры, которые торгуют в всевозможных офшорных компаниях, в компаниях, которые не зарегистрированы в Российской Федерации, находятся в Черногории, например. Как правило, проблем не возникает. Если компания честная, она живет как минимум больше пяти лет. То есть это показатель ее честности, что она развивается больше пяти лет, при этом ее рекомендуют. Ну и самое главное, она выводит бабки. Заметим, я не написал отзывы, поскольку в этой индустрии действуют так называемые черные пиарщики, которые строчат целыми днями и ночами негативные отзывы. Это нужно понимать и учитывать. Именно по этой причине нужно за этим всем наблюдать. Самый лучший момент, это когда вам кто-то какую-то компанию рекомендует, кто-то, которого вы знаете. И также бывают компании нечестные. Честные компании с лицензией Центрального банка, либо без лицензии, они могут выводить ваши сделки на межбанк, а могут и не выводить. То есть разницы нет никакой. По большому счету, вот еще раз говорю, по большому счету, если вы сливаете, разницы для вас нет никакой. Кому вы сливаете? Вы компании сливаете или кому-то другому? Но если компания честная, если она выводит бабки, если ее рекомендуют, если она больше пяти лет существует, либо у нее есть лицензия Центрального банка, она не будет вас намеренно сливать. Уже давным-давно никто намеренно не сливает. Вы просто сами руками сливаетесь. Вы сами руками сливаетесь, а потом говорите, что компания вас обманетет. Как правило, моя практика показывает, в 99% случаев, когда трейдер кричит, а компания такая плохая, она меня слила, сам трейдер виноват. Виноват сам трейдер. И из-за этого он сам руками сливает, а потом винит в этом компанию. Так психология человеческая работает. Нам трудно признаться, что мы облажались. Компания виновата, из-за этого мы облажались. Нет, мы сами облажались. Вот в чем дело. Но это при условии, что если компания честная, если компания честная, еще раз говорю, компания может выводить ваши сделки на реальный рынок, может не выводить. На данный момент процедура примерно следующая. Есть вы, хотите купить, допустим, один лот валютной пары, есть, собственно говоря, брокер, есть поставщик ликвидности. Когда вы зарабатываете, брокер выводит вас на поставщику, как только вы начинаете, собственно говоря, терять, например, брокер закольцовывает вот эту схему, вы теперь сливаете непосредственно брокеру. Выгоди на самом деле все. Выгоди и компания, поскольку в случае, если вы заберете ее доход, она выводит вас на поставщика. Выгоди и вы. Вам плевать, когда вы будете сливать. Как компания понимает, сливает вы, либо зарабатывает? Очень просто. Стоят специальные алгоритмы. Ну, Козе понятно, что если вы будете торговать, допустим, с тысячным плечом, да, как-нибудь так, и при этом будете торговать мексиканское песо на все плечи, вполне вероятно, вы сольетесь. Эта компания прекрасно знает, и она вас просто закольцовывает. Так это все работает. Но я, наверное, еще раз повторюсь. Лицензия Центрального банка дает просто возможность вам обратиться в суд. По факту она ни о чем не говорит. Она не обязывает брокера выводить ваши сделки. Она ничего вам не обязывает. Она обязывает брокера судиться с вами в случае чего. Если что-то вы пришли в российский суд и так далее. И надо сказать, что может быть трейдеры найдутся, которые будут свидетельствовать с форекс-брокерами. За 11 лет практики ни одного такого трейдера не встречал. Как правило, все молчат. Бывают компании нечестные. Список их постоянно пополняется. Они постоянно меняют названия. В общем, в нечестных компаниях всегда используется несколько схем. Самое главное, схема с аналитиком. Схема стара как мир. Вам звонит какой-то гуси и говорит, Василий Петрович, а вы не хотели зарабатывать на финансовых рынках? Вы говорите, конечно. А вот у нас есть Евгений Павлович. Это высококлассный трейдер-эксперт, который поможет вам зарабатывать на финансовых рынках. Он нашей компании принес в прошлом году 100-200%. Это как минимум, понимаете, и это за неделю. В общем и в целом, вам назначают какого-то якобы успешного трейдера, якобы аналитика, функция которого заключается только одна. Это доить с вас деньги. Какое-то время у вас будет доход. Понимаете, раз в год даже швабра стреляет. И здесь примерно подобная процедура. Смотрите, совершается сделка довольно-таки крупным объемом. И вероятность ее, по сути, делает 50 на 50. Если по вашему счету возникает, собственно говоря, прибыль, вам говорят, «Василий Петрович, а вы слышали, завтра данные по Брекситу, мы не должны упускать эту возможность. Необходимо срочно вам пополнять депозит». И ищите возможность, Василий Петрович. Найдите кредиты, я вам гарантирую, вы отобьете их буквально за несколько часов. Мы должны участвовать в этой сделке. Все мы, все трейдеры, аналитики будем в ней участвовать. Ну и так продолжается до той поры, пока денег у вас не останется. В случае, если вы, собственно говоря, теряете там деньги по той или иной позиции, допустим, возник минус, вам на некоторое время они исчезают, и потом вам опять звонят и говорят, «Василий Петрович, мы Евгения Павловича уволили. Он не оправдал наших профессиональных надежд. Именно по этой причине мы можем компенсировать часть вашего убытка. Вы потеряли 1000 долларов, давайте мы на ваш счет зачислим, ну, 500 долларов». По факту никаких там долларов нет, это бонусные средства, как оказывается. В свою очередь, примите от нас наши извинения, и вы должны понимать, что мы готовы даже пойти на такую жертву, что с вашим счетом будет работать самый главный наш эксперт Николай Иванович. И Николай Иванович вам звонит и говорит, «Василий Петрович, вы слышали? Завтра будут данные по Брекситу. Мы не должны…» – происходит то же самое. В общем, так продолжается до тех пор, пока денег у вас не останется. Когда двери последней самой микрофинансовой организации перед вами не закроются, будьте уверены, они от вас не отстанут. После этого, после того, как вы сольете, примерно через 4-5 месяцев вам будут звонить эти же самые ребята, только с другого номера, представляясь с другой компанией, и говорить, «Василий Петрович, вы потеряли деньги на финансовых рынках? А вы слышали, что такое чарджбэк? Вы можете вернуть?» В общем, так и в целом, я слышал, как не слышал, знал людей, которых вот подобным образом годами, и годами, собственно говоря, доят этих лохов. Годами с них сосут и сосут, сосут и сосут. Ладно бы, если бы они сосали что-то нормальное, в основном-то деньги сосут. Следующая схема, собственно говоря, развода – это когда у вас появляются реквоты, проскальзывание, какие-то вот такие шпильки. Его можно также назвать биржевой. Как правило, вы на такую компанию, если нарветесь, вы быстро поймете, что там что-то не так, и оттуда унесете ноги. То есть здесь даже и обсуждать нечего. Следующая нечестная компания – это которая тупо даже бабки не выводит. А те, которые не выводят, они очень часто еще связаны вот с этой схемой, со схемой с аналитиком. Здесь, как правило, в общем и в целом, вначале вас обманут на аналитике. Если вы заработаете, вам сделают не вывод. В общем, происходит такой процесс. Как не нарваться на нечестных брокеров? На самом деле ответ один – вы должны сами выбирать брокера. Вам не должны звонить, вам не должны предлагать. Вы не хотели бы зарабатывать на финансовых рынках? Когда слышите подобное, будьте уверены, 100% развод. 100% развод, как пить дать. Вы должны сами найти брокера. Сами нашли брокера – это гарантия, что этот брокер будет честный. Как правило, все вот эти вот шарашкины конторы – Capital, Global, Digital и так далее – вы на них никогда не нарветесь. У меня есть отдельный, конечно, ролик, касаемо вот как выбрать брокера. Я на него сошлюсь, обязательно посмотрите. В общем и в целом, если компания у вас честная, вы можете получить доступ торговать валюту с огромным, собственно говоря, плечом. И также можете зарабатывать на CFD-контрактах. Брокер, если он честный, он может выводить ваши сделки, может не выводить. Главное, чтобы он выводил, собственно говоря, прибыль. Примерно подобным образом сейчас происходит схема, собственно говоря, с Forex-брокерами. Уверен, через год, два, три немножко все поменяется. Во всяком случае, вот сейчас имеем то, что имеем. Что будет дальше, поживем и увидим. Как бы там ни было, теперь вы знаете, что существуют Forex-брокеры, которые дают возможность торговать валюту с большим плечом и CFD-контракты. Ну и теперь вы знаете, куда нажать, чтобы поднять бабла. Точнее, в какой компании нажать, чтобы поднять бабла. И когда вы заработаете, не забудьте со мной поделиться. Удачи!